Привет всем! Моё видео про корпоративную культуру в Японии оказалось весьма интересным публике, и в комментариях спрашивали о том, сколько же мы зарабатываем, преподаватели в Японии, и вообще интересовались, зачем я в это всё полезла. Поэтому я решила записать отдельное видео об академической работе в Японии, именно о работе преподавателем в университете, насколько это отличается от любого другого опыта работы в Японии. Итак, для начала сразу хочу сказать, что работа преподавателя хорошо оплачивается, ну, в среднем хорошо оплачивается, окей. У нас считается нормой, если когда ты только приходишь, тебе предлагают зарплату, ну, где-то 4 миллиона йен в год. Это, ну, вот как же, опять же, мы в комментариях посчитали, выходит после уплаты всех налогов где-то 2000 долларов в месяц, примерно так. И на эту сумму вполне можно жить, даже семью содержать можно, если не очень роскошствовать. В общем, нормально. Но это первая ступенька оплаты, конечно же. Дело в том, что в Японии, когда ты устраиваешься работать преподавателем, тебе ещё, понятное дело, присвоят какой-то статус. И первые, самые нишки – это Joe Kion, Assistant Professor. Это такое положение довольно большого бесправия, опять же, довольно низкая зарплата и, как правило, довольно высокая ставка. То есть очень много уроков, которые ты должен вести. Дальше есть достаточно иллюзорный статус кощи, лектор, lecturer. Я бы сказала, что я до сих пор не понимаю, чем он сильно отличается от Joe Kion. Считается, что вроде как должны платить чуть больше, больше привилегий. Честно говоря, я этого не замечаю. Например, у меня статус университетский как раз находит вот этот самый кощи. Но при этом в бумагах я написана как Joe Kion в некоторых. То есть получается, что я одновременно являюсь и лектором, и ассистентом профессора. Не понимаю разницы. Дальше идёт Jun Kyoju, associate professor, ассоциированный профессор. И это уже значительно лучше ставка, значительно лучше условия. Вроде как и платить должны больше. Ну вот, я недавно очень удивилась, когда выяснила, что многим ассоциированным профессорам платят примерно столько же, сколько мне. Это, конечно, зависит от университета, потому что если у вас маленький, бедный университет, то много платить они вам не могут. Но я узнала, что такая же ситуация и в некоторых довольно крупных университетах. От чего это зависит, я не знаю. Наверное, университеты сами решают, сколько они кому будут платить. И никак повлиять на них в этом нельзя. И, конечно, Kyoju, профессор, уже получает вроде как достаточно большую зарплату. Ну, опять же, я не знаю, я не профессор, я только ассистент профессора. То есть, ну хорошо, с зарплатами разобрали, зарплаты хорошие. Какие еще преференции? Ну, когда я говорю с кем угодно, с японцами или даже не с японцами, работающими на японской компании, люди всегда очень удивляются, что получается, что я могу уходить с работы в любое время и приходить, когда мне хочется. То есть, у меня ненормированный рабочий день. Это всех всегда очень поражает. Они говорят, как, действительно, за вами никто никогда не следит, не смотрит, когда вы там приходите, когда уходите. Да. Где-то оно действительно так, но не совсем. Давайте объясню. Единственный момент дня, когда меня можно конкретно отследить в университете, где я нахожусь, ли я на рабочем месте, это во время лекций. Потому что, если я не появлюсь на лекции, то, как вы понимаете, это будет очень заметно. Но, помимо лекций, отследить, где в данный момент я нахожусь и чем я занимаюсь, очень-очень тяжело. Я не обязана находиться в своем рабочем кабинете. Я могу пойти, например, в библиотеку. Я могу уехать в другую библиотеку, не ту, что у нас в университете, а, допустим, в городскую, префектурную или вообще куда-нибудь, не знаю, в Токио умотать, посидеть в библиотеке. Я могу пойти кому-то в другой кабинет, я могу пойти на совещание, я могу пойти еще куда-нибудь в другой университет, например, потому что у меня там лекции. Кстати, вот такие гостевые лекции в других университетах, подавляющее большинство университетов, по-моему, ну, не знаю, по крайней мере, мне не встречаются университеты, которые запрещают своим преподавателям преподавать в каких-то других университетах. Это довольно странно, потому что если тебя зовут преподавать в другом университете, то значит ты востребованный, значит это престиж твоего университета, правильно? Получается, что я могу часть своего рабочего времени тратить на то, чтобы преподавать в каком-то другом университете. И, понятное дело, отследить это тоже никак невозможно. Получается, что да, я могу в любой момент просто собрать свои вещички и сказать, ну всё, я пошла. И никто не будет спрашивать, куда я пошла, зачем я пошла, всем будет всё равно, плевать. Но дело в том, что мои рабочие обязанности вообще никак не связаны с тем временем, что я провожу на рабочем месте в своём кабинете. Вот смотрите, помимо непосредственно лекций, которые длятся, ну вот одна лекция длится полтора часа, у меня в день от одной до двух лекций. Это, если, допустим, две лекции, то это уже три часа, правильно? Но невозможно просто прийти на лекцию со звонком. Я прихожу до лекции и ухожу сильно после неё, как минимум за 15 минут до лекции я прихожу. И ещё 15 минут после окончания лекции я сижу по-прежнему там же на месте и общаюсь со студентами, потому что у студентов всегда есть какие-то вопросы ко мне. Получается, что в среднем, даже если у меня лекция три часа, то я на них трачу, ну никак не меньше четырёх часов. Чисто на голые лекции – это вот стоять перед толпой людей и говорить. Ну, есть ещё подготовки к лекциям. И да, кстати, я забыла упомянуть, у нас же есть огромные каникулы, да, вот когда в университете каникулы, по факту я могу вообще не ходить на работу. Но реально в эти каникулы я, например, занимаюсь тем, что составляю лекции на следующий год. И эти лекции всё равно всегда приходится переписывать, потому что группы бывают разные, потребности у них тоже бывают разные, в процессе может возникнуть какая-то очень хорошая идея, и ты её перерабатываешь. По факту я всегда готовлюсь к лекции на следующий день, хотя бы немножко. Ну, не знаю, самый минимум времени подготовки к лекции на следующий день у меня – это полчаса. Реально часто бывает больше. Это тоже идёт в моё рабочее время. Дальше. Всякие административные работы. И поверьте мне, университет будет очень рад, если он сможет на вас кучу всего навалить. Они этим с удовольствием пользуются. Какие-то сайт-проекты, тоже связанные с университетом. Допустим, мы там с коллегами делаем какие-нибудь ещё дополнительные курсы или ещё что-нибудь. И всё это тоже в рабочее время. Совещания. Всякие курсы повышения квалификации, которые у нас тоже очень любят. Консультации студентов. И, конечно же, я ещё должна заниматься своей академической работой. Я должна какие-то статьи публиковать, где-то докладываться. И к этому тоже надо готовиться. Получается примерно такая ситуация. Получается, что, допустим, если я целый день пришла в 9 часов утра, даже раньше 9 часов утра, потому что у меня в 8.45 начинается лекция. Вот я пришла в 8 часов утра, отработала лекцию, потом я занималась административными работами, консультировала студентов, вообще бегала туда-сюда по университету. И вот у меня 5 часов вечера, вроде как моё рабочее время кончается, но я не успела подготовиться к лекциям на следующий день. Ну что ж, я останусь и буду готовиться к лекциям. Если я работаю в компании, и я остаюсь после рабочего, после конца рабочего времени на своём рабочем месте и продолжаю работать, то по идее, по закону, мне должны это доплачивать. Но в университете мне никто не доплачивает, потому что это моя личная работа, это моё личное решение сидеть и готовиться сейчас к лекциям. Почему вы этого не делали в течение рабочего дня? Так что, по факту, нет, я не работаю меньше, я работаю примерно столько же, сколько остальные, просто я могу более свободно распоряжать, располагать своим временем. То есть я не обязана сидеть в своём кабинете с 9 до 5 часов. Это и бонус, и немножечко не бонус. А что конкретно я считаю офигенным бонусом, и вот реально очень-очень повезло, что я в академии, это то, что у нас нет дресс-кода. Да, подавляющее большинство преподавателей, конечно же, будет одеваться на работу прилично. То есть всё-таки ходить, мужчины будут ходить в костюмах, там женщины тоже какой-то деловой стиль соблюдать. Но по факту, если ты его не соблюдаешь, то тебе никто ничего сказать не может. Поэтому можно развивать стиль дарк академии, можно приходить в джинсах и футболке. В принципе, как тебе хочется. Нет никакого дресс-кода в академической среде. Опять же, здесь я должна сказать, что это в моём университете нету. И в тех университетах, в которых я работала, нету. Но вполне возможно, что на свете существуют университеты, которые и это тоже регулируют. Просто, может, я с ними не сталкивалась. Ну и опять же, я никогда не одевалась как-то особенно в вызывающее. Поэтому, не знаю, может быть, если бы я пришла в наряде драг-квин, может быть, кто-нибудь сделал бы мне замечание, кто меня знает. Теперь, какие вещи я считаю минусом академической среды? Я считаю, что есть только два больших минуса. Минус первый – высокий порог вхождения. Очень высокий. Это большая проблема. Попасть в преподавателя трудно. Во-первых, да, действительно, тебе нужно иметь как минимум диплом магистра. Но по факту, конечно, желательно иметь PhD. Ну, просто некоторых с диплом магистра реально берут. Это факт, это я знаю. Но для того, чтобы после университета строиться, работать преподавателем, не хватает просто иметь диплом PhD, не хватает просто публиковать парочку статей. Нужно иметь что-то еще. Нужно иметь или какой-то особенно хороший статус именно в академической среде, то есть опубликовать очень хорошие статьи, быть очень крутым человеком. Иметь преподавательский стаж уже. То есть пока ты, допустим, получаешь PhD, работать где-то преподавателем, что-то преподавать хотя бы на полставки, хоть где. И желательно еще иметь контакты, потому что попасть вот так вот просто сходу по объявлению, которое подали где-нибудь на сайте, где ищут преподавателей, невозможно. Почему? Есть такая интересная вещь. В Японии в основном работу ищут через сайт JREG. И университеты по факту должны, просто обязаны каждый раз, когда им требуется, вот у них есть ставка, и на нее надо кого-то найти, подавать объявление. Но реально, реально, когда они подают это объявление, у них уже очень часто есть на предмете человек, которого они хотят взять. Это во-первых. Это такой секрет Польшинели, все его знают. Все знают, что ты можешь подать документы, и они себе вернутся через неделю, что означает, что их даже не смотрели. И тогда можно пожать плечами, просто понять, что у них кто-то был, а это объявление, формальность. Но, еще такая вещь, что даже подав документ, подав объявление, университеты чаще всего не готовы брать кого-то совсем незнакомого, кого-то совсем со стороны. Они будут стараться взять человека, за которого кто-нибудь поручится, или человека, который с ними уже сотрудничал, уже работает, уже у них на виду. Поэтому, чем больше у тебя знакомых в академической среде, которые готовы за тебя поручиться, тем больше шансов, что ты попадешь в университет. Так это работает. Получается, что для того, чтобы получить хорошую работу в японском университете, во время твоего обучения в университете, например, на PHD, ты должен писать статьи, публиковаться, ездить на какие-то конференции, при этом подрабатывать еще дополнительно, участвовать в каких-нибудь проектах, как в академических, так и неакадемических, чтобы показывать, какой ты активный и вообще востребованный человек, чтобы у тебя потом красиво выглядела CV, и чтобы, погуглив твое имечко, можно было сразу видеть все твои достоинства, и заодно еще быть приятным, хорошим человеком, которого все любят и все готовы порекомендовать. Ну, честно скажем, достаточно сложно все это соблюсти. Но, вот, допустим, ты пробился, ты получил контракт, ты можешь поработать. Контракт, к слову сказать, конечно, не постоянный, а контракт, как правило, года от одного до трех. И потом ты его должен обновить, то есть ты можешь еще продлить контракт, если тебе дают такую возможность. Но ты можешь по закону проработать в одном университете на контракте вот так вот пять лет. Если твой университет держит тебя дольше пяти лет, то они или должны предложить тебе постоянный контракт, или уволить тебя, что тоже, конечно же, не очень хорошо. Но университеты, к слову сказать, этот момент тоже обходят всячески. Например, переводят тебя в какой-нибудь другой факультет, на другую должность формально, дают тебе контракт, но уже другой, и так они тебя могут продержать дольше, могут продержать тебя, допустим, не знаю, там девять лет, десять лет, может быть, даже, не знаю. Это тоже, конечно, минус. Но это даже не самый главный минус, потому что, в конце концов, если тебе очень хочется в академии, то ты через это все пробьешься. Хуже всего то, что академическая работа, работа преподавателя, именно преподавателя, это или да, или нет. Или тебя от этого прет, и тогда это для тебя, тогда ты просто пробьешься через все преграды, или тебя от этого не прет, и тогда это будет для тебя мучением. Потому что полтора часа стоять перед огромной толпой людей, что-то им рассказывать, следить за их реакцией, понимать, когда тебе нужно дать им что-то большее, или наоборот уйти с этой сложной темой и перейти на что-то менее сложное. Это очень утомляет. Если тебе это нравится, если ты получаешь от этого искреннее удовольствие, вот как, например, у меня дело обстоит, то да, ты будешь работать и не выгорать. Но очень многие люди просто этого всего не удерживают. И самое неприятное, что очень часто бывает так, что человек приходит в академию и думает, что он справится, но оказывается, что он не справится. Многие приходят, потому что им нравится предмет. Они думают, что если им нравится предмет, то им понравится и преподавать его. Так вот, я думаю, что так это не работает. Наоборот, может быть, даже сработает, потому что если тебе нравится преподавать, то ты можешь разобраться в предмете, ты можешь понять, что в нём интересного и прикольного, и преподавать его студентам. Но вот если ты не готов общаться с людьми, если тебе не нравятся люди, то, скорее всего, это будет очень неприятный для тебя опыт, потому что тебе это нравится, ты рассказываешь людям что-то интересное, что-то возвышенное, а им не интересно. Это всегда очень расстраивает, согласитесь. Я люблю именно преподавание, поэтому меня это не расстраивает. Я готова видеть, что люди не заинтересованы в моём предмете, я постараюсь их заинтересовать, потому что вот то, что мы делаем, лекция для меня – это не про предмет, это не про меня, это про этих людей, которые пришли меня послушать. Но если вас это не радует, не вставляет, если вы не настолько любите людей, то я думаю, что даже соваться в Академию не стоит. Есть куда более приятные и ненапряжные работы. И вот это я считаю главным минусом. То, что привыкнуть к этой работе, ну, по крайней мере, по моему опыту, невозможно. Ну что ж, пожалуйста, в комментариях, пишите, согласны ли вы с моими личными ощущениями по поводу академической работы. Вот я знаю, что, я точно знаю, что у меня среди комментаторов есть преподаватели. Пожалуйста, высказывайтесь. Мне очень интересно послушать ваше мнение. Ну и, пользуясь случаем, хочу прорекламировать свой телеграм-канал. Там сейчас основная движуха. Телеграм-канал называется «Инакамоно». Пожалуйста, приходите, и там тоже можно пообщаться. Ну что ж, давайте на этом сегодня закончим. Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok